итак добрый день дорогие друзья в сегодняшнем уроке мы с вами будем разговаривать о стадиях создания чертежа я условно делю эти стадии на два этапа концептуально разных это создание шаблона так называемой заготовки и последовательность операций то есть это непосредственно те шаги которые нужно выполнять последовательно в программе автокад для создания готового чертежа эти два этапа они очень равноценны то есть нельзя пренебрегать созданием шаблона то есть предварительной подготовкой и собственно нельзя пренебрегать самой технологии создания чертежа сегодняшнем уроке в первой части так сказать этого урока я хочу поговорить о создании шаблона это очень важная вещь потому что она помогает сэкономить кучу времени и правильно настроить вашу будущую работу все чертежи в автокад создаются на основе шаблонов то есть в шаблоне собраны все настройки по умолчанию которые будут использоваться в вашем последующем чертеже и так давайте посмотрим подробнее за какие настройки отвечает шаблон во-первых создавая шаблон в нем нужно настроить единицы измерения создать необходимые слои которыми вы будете пользоваться все время примеру если вы будете заниматься архитектурным каким-то проектом то вам надо создать слои которые будут у вас включаться в проект вы их один раз создаете забиваете в шаблон и они у вас постоянно присутствуют то есть открывая новый файл на основе шаблона который вы создаете у вас уже там хранятся все необходимые слои также вы туда заносите текстовые стили которыми будете пользоваться размерные стили настраиваете масштабы типов линий и оформляете листы то есть создаете параметры листов давайте посмотрим поподробнее на параметры листов ну во первых это размеры листов то есть какой формат у вас будет а0 а1 там а4 так далее зависит от вашего проекта целевого потом вы создаете необходимое количество и расположение видовых экранов возможно настраиваете какую-то первоначальную графику но здесь я имею ввиду вы создать можно создавать рамки штампы какие-то логотипы вашей компании и вся графика которую вы создаете она также сохраняется в шаблоне ну еще настраивайте параметры публикации и параметры печати сейчас непосредственно в интерфейсе давайте посмотрим как это работает как создаются и открываются шаблоны вот у меня запущена программа автокад без всяких файлов для того чтобы создать новый файл необходимо нажать на меню приложения и выбрать пункт создать либо нажать комбинацию клавиш control н когда мы нажимаем на кнопку создать у нас появляется диалоговое окно выбор шаблона вот здесь как раз мы выбираем а в каком шаблоне мы будем работать эти шаблоны компании автодеск нам предоставляет по то есть такие предустановленные и самый популярный и привычный нам это окат исо то есть это метрический шаблон который нам более всего будет привычен тут есть британские шаблоны то есть футах и дюймах шаблоны предназначены для 3d моделирования больше но нас сейчас будет интересовать шаблон окат исо как видите расширение двт говорит о том что это шаблоны и так давайте запустим этот шаблон и посмотрим какие в настройки нажимаем открыть и первым делом взглянем на единицы измерения для этого перейдем меню приложения в пункт утилиты и вот здесь раздел единицы нажимаем и у нас появляется вот такое диалоговое окошко настройки единицы чертежей во первых здесь я вам сразу хочу сказать что менять ничего не нужно потому что все настроено как положено то есть стиль единиц десятичные для метрической системы также можно ставить дробные и научные но более привычно конечно работать в десятичных архитектурные и инженерные они предназначены для единиц измерения футы и дюймы поэтому их мы не касаемся здесь как я уже говорил оставляем все как есть то есть десятичные единственное если вы работаете миллиметрах то вот здесь точность можно выставлять с меньшим количеством знаков после запятой ну один или два единицы вставки также рекомендую оставлять миллиметры в общем здесь ничего не трогаем то есть мы убедились что у нас единицы измерения здесь миллиметры теперь давайте посмотрим на слои для этого вызовем диспетчер слоев и убедимся что здесь всего лишь один слой нулевой этот слой который всегда присутствует в автокаде его нельзя не удалить не переименовать и он здесь по умолчанию вы создаете для своего проекта если это архитектурный то создаете слои там допустим стены штриховки если это машиностроение то соответственно создаете для него далее посмотрим на аннотации здесь у нас собраны инструменты для создания текста и создания размеров если мы посмотрим в стиле текста то увидим что здесь всего лишь два стиля стандарт и аннотативный размерных стилях у нас здесь тоже только три стиля ну то же самое касается мультивыносок и таблиц перейдя на лист мы увидим что у нас во первых два листа они одинаковые в них создан один видовой экран и если мы хотим изменить или определить параметры листа мы переходим то есть правой кнопкой нажимаем на вкладку и переходим диспетчер параметров листов отсюда ведутся все настройки мы можем создавать как именованные наборы параметров то есть это какой-то один набор параметров которые мы сможем присваивать другим листам для того чтобы его создать мы нажимаем вот сюда создать задаем ему имя вот набор один здесь по умолчанию нажимаем окей и здесь задаем все параметры которые впоследствии мы сможем присваивать всем листам к примеру я нажму сейчас окей ничего не буду изменять у нас появляется набор 1 и для того чтобы присвоить настройки набора листу мы нажимаем на этот набор и выбираем установить и как видите все настройки у нас автоматически присваивается листу 2 в этом диспетчере параметров листов мы настраиваем значит размер листа параметры печати плоттер границы ну и прочие настройки которые касаются печати и оформления листа также я еще в схеме не указывал но в шаблоне можно настраивать параметры рисования то есть вот эти режимные кнопки можно выставлять допустим убирать сетку убирать или добавлять какие-то кнопки к примеру вот циклический выбор если не нужен мы правой кнопочкой нажимаем наводим на пункт отображения и снимаем галочку напротив циклический выбор то есть данная кнопка исчезает можем как я уже говорил переименовывать листы примеру какие-то свои названия создавать добавлять первоначальную графику к примеру в виде рамки и все это шаблон будет запоминать помимо листов также графику можно создавать и в самом и в самом пространстве модели то есть если вы нарисуете какие-то элементы то шаблон также их запомнит и так к примеру мы все настроили настроили стиле настроили единицы измерения листы печать и хотим создавать шаблон для этого мы переходим в меню приложения выбираем пункт сохранить как у нас появляется вот такое диалоговое окно где мы первое что должны сделать это выбрать тип файла как вы помните расширение шаблона у нас dvt вот у нас автоматически появляется папка где хранятся все шаблоны и мы задаем имя теперь нашего шаблона ну допустим я за назову пример и нажимаем сохранить тут нажимаем ok и теперь можем закрывать этот файл можем сохранять можем не сохранять у нас шаблон уже по-любому сохранился поэтому этот файл никак у нас не влияет и теперь смотрите я опять создаю новый файл давайте теперь control н как я уже говорил лучше пользуйтесь горячими клавишами всегда это гораздо быстрее нажимаем control n и теперь видим в самом низу у нас появляется пример то есть это тот шаблон который мы создали если мы его откроем то как видите у нас первоначальная графика вот это вот сохранилось как видите листы у нас переименованные рамочка сохраняется в общем все как я и говорил то есть это очень значительно экономит время если вы настроите все к примеру создадите шаблон архитектура с определенными наборами параметров то вам больше не придется создавать текстовые стили каждый раз такие шаблоны очень важно настраивать в проектных организациях чтобы у вас сохранялся всегда один единый стиль чтобы не было никакой несогласованности в проектах если вы хотите изменить шаблон но к примеру вы хотите убрать вот эти вот фигурки вы их удаляете и просто-напросто пересохраняете шаблон опять нажимаете сохранить как кстати сохранить как комбинация клавиш shift control с то есть нажимаете опять же выбираете шаблон dvt и выбираете имя вот это пример то есть нажимаете и пересохраняйте нажимаете сохранить у вас спрашивает заменить существующий отвечаете да вот таким образом и еще одна интересная вещь как вы видите у вас есть вот здесь кнопочка создать она очень похожа на создать в меню приложение но на самом деле это разные значения сейчас когда у нас заводские настройки так сказать при нажатии на эту кнопку у нас также появляется выбор шаблонов то есть казалось бы разницы нет никакой что здесь что здесь но смотрите следующую вещь если мы хотим установить наш шаблон по умолчанию то есть чтобы мы открывали проект и у нас постоянно появлялся вот этот наш созданный шаблон то мы можем сделать следующее мы во первых его выбираем нажимаем открыть и далее переходим в настройки то есть в меню приложения заходим и выбираем параметры либо в командной строке пишем команду настройки но достаточно м а ввести и у вас появляется вот такое диалоговое окно настроек в котором необходимо выбрать первую вкладку которая называется файл и здесь в этом списке мы ищем пункт параметры шаблонов разворачиваем вот здесь узел нажимаем на плюсик и сейчас нас интересует раздел шаблоны по умолчанию для команды б создать то есть быстрое создание мы разворачиваем этот узел далее нажимаем вот сюда где нет написано и нажимаем кнопку обзор у нас появляется папочка где у нас хранятся все шаблоны и теперь для того чтобы у нас постоянно появлялся наш шаблон мы его выбираем вот шаблон пример и нажимаем открыть как видите здесь прописывается путь а это значит что теперь при быстром открытии файла при быстром создании файла у вас всегда будет загружаться ваш шаблон то есть это достаточно удобно нажимаем применить и нажимаем ok теперь я закрываю файл и смотрите следующую вещь когда мы открываем из меню приложения создать у нас появляется диалоговое окно выбора шаблонов а если мы нажимаем вот сюда то у нас загрузится сейчас наш шаблон вот как видите разные значения кнопок поэтому имейте в виду и пользуйтесь это достаточно удобно сейчас я покажу вам файл шаблона как пример который я создал вот мой шаблон и как видите здесь сразу графическое пространство у нас загружается без сетки то есть нет лишних кнопок которые мне не нужны рабочее пространство у меня стоит мое которое я установил если мы посмотрим на слои то как видим при открытии шаблона у нас сразу есть набор слоев которыми я пользуюсь при создании проектов далее если посмотрим на аннотации то увидим что здесь присутствует сразу несколько стилей то есть стандарты которые я создавал и которые присутствовали по умолчанию их можно удалять в принципе ну я этого не делаю они не мешают мне то же самое касается и размерных стилей то есть все настроено сразу я могу брать и пользоваться не нужно никаких дополнительных действий мне выполнять ну и так же вот несколько листов к примеру лист для плана сразу мне здесь штамп как видите рамочка лист настроен на публикацию в pdf то есть если я нажму на диспетчер параметров листов то я увижу что у меня набор создан вот а3 и 1 pdf если я посмотрю его свойства то я увижу что у меня здесь сразу параметры печати из dvg в pdf настроен лист масштаб один к одному ну и так далее в общем половина работы уже сделано остается только непосредственно чертить то есть остается непосредственно вот эта вот стадия последовательность операций они мы поговорим в следующем уроке давайте я пока что разверну узел и просто покажу какие стадии мы будем рассматривать ну во первых это само черчение непосредственно то есть создание примитивов далее у нас идет стадия вставки то есть это готовые какие-то элементы которые не обязательно вычерчивать или которые нельзя вообще начертить это такие как внешние ссылки это какие-то посторонние чертежи которые загружены ваш чертеж как ссылки далее подложки возможно какие-то изображения или какие-то pdf файлы блоки которые мы рассматривали во втором уроке текстовые стили и таблицы то есть это второй этап вставка вы вставляете готовые элементы. После вставки идет оформление. Оформление подразумевает собой создание текста, создание размеров, мультивыносок, таблиц, рамок со штампами, если они у вас не определены в шаблоне. И последняя стадия это уже вывод на печать, либо публикация. Но об этом мы с вами поговорим в следующем уроке. А на этом здесь я остановлюсь. Обязательно попробуйте создать шаблон и попробуйте настроить в нем какие-то стили. Если вам понравился данный урок, то обязательно делитесь им с друзьями в соцсетях, нажимайте на лайки и оставляйте комментарии. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч!